Всем привет, друзья! Сегодня мы будем пересаживать мини-орхидеи в вот такую вот вазу. Я купил три маленькие орхидеи. Вот, сейчас я вам их подробно покажу. Вот такая вот первая орхидея, очень красивая. У неё бордовый такой окрас, и у неё ещё такие пластиковые листики. У неё ещё очень интересный леопардовый язычок. Сейчас этих миниатюрных орхидей в магазине очень много, вы тоже можете найти себе. Давайте рассмотрим следующий. Он вот такой вот жёлтый, у ба у него тоже слегка леопардово, такая оранжево-жёлтая. Это прям самая яркая орхидея, которая есть в моей коллекции. И третья идёт розовая, у неё очень интересные вкрапления на цветках. Такая леопардовая, такая как рыба. И язык у неё такой же. Она цветёт очень густо. Это можно сравнить, например, с вот этим цветком. Вот, смотрите, здесь бутончиков, например, 10, а вот здесь их в три раза больше. Здесь цветок крупный, а здесь он мелкий. Я, наверное, всё-таки в эту вазу посажу две, потому что я посмотрел, что три это много. И вот, жёлтая и розовая, будет очень красиво смотреться. Итак, приступим к посадке. Камни я уже насыпал. Сейчас мы посадим орхидеи. И всё, мы это удаем бункерой. Но туда мы обязательно насыпаем воздушную подушку в виде камней. Я взял декоративные камни мелкие. Вы можете взять более крупные. Аккуратно выкручиваем орхидею стакана. Вот так выглядит орхидея, которая была в стакане. Как видите, она полностью спрессована, её корни во мху. Я просто присосалась к этому стакану. Я не смог её достать, поэтому стакан пришлось разрезать. Вот, кстати, и стакан. Сейчас мы вытянем вторую орхидею и уже будем её снять. Чтобы корни её в будущем не снили, мы лишнего уху убираем. Эту мху мы потом добавим в кору. Я ставлю ему только стаканчик, чтобы не сбить корни. Я решил стаканчик тоже убрать, чтобы он не способствовал гнике. Теперь часть моха, который у нас остался, мы смешаем с корой. Начинаем засыпать кору в лазу. А теперь располагаем орхидею. Так подумал, что будет удовольствие на округу. Есть улья, есть улья. В общем, надо их аккуратно засыпать в кору. Место, которое под корнями, я засыпать не буду. Если у вас есть палочка, то палочка распределяйте кору в такую дорогу. В те места, там, где шейка, орхидея, их нельзя засыпать, они будут дышать. Теперь вот эти корни мы прикрываем сверху мхом. Вот эти. Если вы правильно посадили цветы, то они у вас не должны шататься. Для этого вы можете укрепить бутоник палочками, и они у вас не будут шататься. Вот такой способ. Это закрытая система полива. Очень красиво получилось. Если вы тоже хотите делать такой способ, то обязательно делайте. Когда вы будете поливать орхидею в вазе, ее нужно придерживать за угол, чтобы сливать воду. В таком аквариуме влага сохраняется больше, только не затрамбовывайте туда еще немного коры. Сажайте так, чтобы вы видели корни по бокам вазы. Тогда вам будет удобно видеть, когда ее нужно поливать. Вот так вот. Такой результат у нас получился. Ну что же, друзья, если вам понравился мой способ, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока.